Добрый вечер. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Назовитесь, Юрий, как фамилия ваша? Барков. Барков? Да, да. От слова Барк. Так, хорошо. Слушаю вас, вы далеко от Николаева или в Николаеве? В Санум Николаеве. В Николаеве в прошлом году мы были, там библиотеки ваши, мои книги все есть. Кропивницкая? В библиотеке городской или краевой, как ее назвать? А, у нас же много библиотек. Ну, это главная библиотека, городская или как она называется? Это, наверное, имени Кропивницкого. Наверное, потому что мы были в Харькове до этого. Две у меня, в двух комплектах находятся в Киеве, это национальная и парламентская. Николаево, Одесса и все ближайшие города, районы там. От вас недалеко, наверное, где-то есть такая маневка. Да, да, да. Я вот поэтому и обратился к вам. Интересно просто стало. Ну, хорошо. Слушаю, Юрий, давайте. Что у вас? Ну, у меня вопросы есть. Во весь экран сделать. Да, смотри, с камерой уже ходят. Ничего, ничего. Нет, все нормально. Смотрите, первый вопрос у меня. Вы все-таки опытнее, как я вам написал, там, предисловие. Есть у меня вопросик один. Вы были на Афоне, да? На Горе и на Святой? На Афоне нет, не был. Мы были в Афинах, а на Афоне мне там и делать нечего. Да, это мой брат родной там был, просто иерей. И там не поговорят, ничего. Они молчком идут, ни за столом, ни до стола, нигде нет. А мне зачем это нужно? Ну да, там серьезнее, конечно. Я посылал людей, которые там были что-то, а там не пробьешься, надо записываться заранее. У меня времени нет. И, наверное, намного лет вперед. Да, нет. У нас совсем другая функция. Ну, смотрите, у меня один вопрос. Я буквально тоже в прошлом году нашел ролик, видео. Это там на Афоне. На Святой Горе, когда проходит Божественную Литургию, там некоторые из служителей слышат пение ангелов. И вот я этот ролик видел, там рассказывается о пении ангелов в истории с юношей, который был в одном из монастырей в гостинице. Там у меня на форуме, я вот давно уже у себя имею. Да, вот скажите, там, да, там идет потом разъяснение священнослужителя по этому поводу, что это, ну, есть предположение, что это как бы бесы, да, его ведущий спросил. Но он сказал, что это не бесы, это действительно пение ангелов. Давайте по частям только, чтобы вернуться так. Никто не знает, что это было. Вот. И он говорит, священнослужитель, не назван, кто он там, что бесы не поют. Он не знает жития святых. Житие святого Авраамия, говорит, что он пришел, бес, и пел самый большой псалом. Блаженно непорощенного пути в законе Господнем ходящем. А он когда, а он в то время ел, святой Авраамид, он поел и говорит, но это касается святых, а тебе-то какое дело до них, и бес провалился. То есть священнослужитель, он не знает, не знает жития святых Дмитрия Ростовского. Не знает и все. Я тоже в ролике поставил им, это не так, бесы тоже поют и поют так. Вот возьмите, есть такая поэма «Демон» Михаила Юрьевича Лермонтова. Ну, конечно. Он пел, пел там демон, содрогалось. И ныне возле кельи той насквозь прожженный виден камень, слезой жаркою, как пламень, нечеловеческой слезой. Это демонка на той стороне стоял и слышал, как ангел беседует и поет там с Тамарой, а он вспомнил, как у него было, как его Бог сбросил. Но это поэма, но она имеет основание под собой, больше, чем у этого священнослужителя. Ну, судя по слогу, стихотворение, Михаил Юрьевич, наверное, сам увидел это все и не слышал. Ну, что так пережить, конечно. Ну, у меня просто почему вопрос этот, у меня были как бы разговоры с некоторыми людьми, которые тоже вот такие интересные вещи находят, потом мы обсуждаем. Я сам юрист по образованию, поэтому меня притягивает логика, где сильно должна работать, я там, конечно, и все время нахожусь. И вот действительно, надо какое-то объяснение дать, и сам вроде сомневаешься, что такое возможно, потому что пока не увидишь, не поверишь, да, у нас правила такой жизни. Но я так думаю, надо все-таки во что-то верить такое, потому что это действительно, это действительно есть, я так думаю. Ну, я понял, ваше мнение я понял. Скажите мне, пожалуйста, вот я, конечно, понятное дело, я все-таки на Украине, в Украине, ну, мне проще говорить в Украине, потому что я сам на Кубани родился, и русский, хотя и украинец по духу. Политика тут ни при чем, люди мы все одинаковые. Вот у нас есть проблема, которой у вас в России нет, конечно, это, как сказать, украинская православная церковь и русская православная церковь. Ну, киевская патриархат и московская патриархат. Их вечно такие проблемные отношения, они, конечно, надоедают некоторым верующим. Ну, меня это, конечно, в большей степени не касается, я верующий где бы и ни был, верую в Бога где бы и ни был. Поэтому, хотя в этом есть особенность, конечно, отношения церкви. Вот ваше мнение, как вы могли бы это разъяснить или как-то посоветовать, или, я не знаю, я понимаю, вот ваш ролик, он в интернете будет этот. Может быть, кто-нибудь из них все-таки увидит и прислушается хотя бы простым людям. Я понял вопрос, вопрос. Я на него уже отвечал не один раз. Я отвечал Леонову Николаю, который погиб. В Донецке, этот, чемпион по кикбоксингу. Да, да, да. Да, да. Дело такое, что, что вы имеете в виду под украинским патриархатом? Филарета Денисенко? Ну, раз они стоят как бы там у рулят. Ну, дело в том, что там тоже, украинская-то неоднозначная. Это же не униаты. Так вот, и униаты, и католики, и православные, и там везде рукоположение сохранено. Это одна церковь, не надо дробить. Но, этот Филарет, он был московской патриархии. И он прекрасно знает каноны. Он очень умный человек. И его, с него сняли, и он простой монах. А он дальше начал делать, и его анафеме придали. Я не утверждаю, что анафема в действие пришла. Но, если бы я там жил, я бы у него не причащался. Но и никого бы не отговаривал. Просто я говорю о своем чувстве. Потому что, если он там был, там рукоположен в патриархии, и отмахнул весь сенот, который с ним так поступил, это не годится. Есть такой фильм про Давида. Я просто немножко отклонюсь и скажу. И вот, когда Саула он избрал, царем поставил, а потом сказал, жди, и его долго нету. А сын его, и на фан, говорил, он возбудился и говорит, а он не настоящий тогда пророк. А Саула хватило ума сказать, если он не настоящий пророк, то я не настоящий царь. Потому что он меня, рукоположен, он меня поставил. Так и здесь. Ему надо было подчиниться в кротости. Но он на это не пошел. Это его вопрос. Я себе скажу, что я бы у него не ходил, пошел бы московский патриархат. Потому что действительно, действительно, уже под сомнением. Как он мог отмахнуть весь патриархат-сенот, в котором был столько лет митрополитом, и он думал, ждал, что патриархом его изберут. А его не избрали. Ну и тут началась эта катавасия. Вот мой ответ. Я его не считаю незаконным, ничего. Просто внутренне у меня голос говорит, он должен был подчиниться. Вот у меня, когда были нелады с нашим епископом, за два материала, которые я выпустил. Это один называется «О слове», о том, что я сторонник русского языка. Это у меня книга к истинному православию, ваша так как бы глава. И второе – о военной службе. Называется «Любите врагов ваших». А я говорю вам, любите врагов ваших. И наш архиерей на меня очень сильно разгневался и грозил меня там запретить. Ну, что он может запретить? От причастия отлучите. Я сразу сказал, какое бы решение ни было, я сразу подчинюсь, выйду в коридоре, буду стоять. У меня и в мыслях не было, не подчиниться. Как не подчиниться? Но он постращал и еще дальше не пошел. Видите, Господь увидел мое смирение, и вопрос решился. Это он вам дал просто информацию к размышлениям? Ну, я, понимаете, я заранее сказал, когда готовились так называемое признание канонического акта общения зарубежной церкви, а мы-то к ней юридически относимся-то. И мы сказали, мы категорически против, потому что всем задавали этот вопрос, спрашивали, мы написали, отослали. Но мы сразу сказали, вот сейчас съедут они там, где-то в Наяке было, в Нью-Йорке, там Сакраменто, где у них там совещания были, отсюда патриархийные ездили, там Максим Козлов, мой брат-патриарей отец Аким, мы заранее сказали, давайте молиться, чтобы нам не забунтовать. Какое бы решение ни приемли, мы подчинимся. Речь шла не об объединении, а слово объединение нигде не фигурировало, это они потом уже обманным путем делают. Ну да, надо же оправдать какие-то действия. И мы подчинились, все, мы против. Мы сказали, почему против. Потому что не к лучшему ведет, а к худшему. Они торопятся. Около 13 юридикций появилось. Вот и оправдалось то, о чем мы говорили. А мы какие были, такие остались. Поэтому сейчас их архиереи московской патриархии у нас служат, приезжают с священниками, но все в интернете выставлено. Надо уметь заранее говорить и склонять голову. Ну да, вовремя смириться. Игнатий Тихонович, а вот все-таки, вот ваше мнение, как оно должно разрешиться? Потому что эта проблема, я думаю, она еще будет намного долго, чем предполагается. Я понял. Не решайте ее, она не решается. Не, ну я, конечно, лично не решу. Игнатий вы никто не решит. Это Господь за грехи народа показал, что Израиль разделился на две части. Две части остаются, при рваме сыне Соломоновым, при внуке Давида. А здесь и все отошли. И они отошли, и по сегодняшний день никакого объединения нет. Хотя Израиль уже собирается в одном месте. Это грех наследственный. А может, вот эти отношения между этими двумя, ну, так сказать, церковями, это как Вавилонская башня? Может, что? Как Вавилонская башня? Как Вавилонская башня, может? Ну, об этом не будем думать. Мне бы лучше, понимать, разделились. Там разделились на все. А именно на две части Израиля. Это церковь. Это вот как раз пример Раваама. И он называется скудоумный. Скудный умом. Он говорил, отец мой такой-то, Соломон был, а я еще там жестче. То есть мой мизинец толще шреслал отца моего. Ну, ему старики-то сказали, ты уважь, ну, первый год еще ты царем-то. Ну, сделай, как народ просит. Народ за тебя будет. А он решил показать, какой крутой-то. А молодые ребята-то, такие, как он советует, дескать, ты не слушай, ты наоборот, завнись и гайки-то. Ну, и один вышел, я рвам, сын на ватах, крикнул, 10 часей отделил. Два осталось колено. А 10 отошли. И он хотел войной идти. В это время вышел пророк и говорит, это от Бога. Верни войска назад, ничего у тебя не получится. И он вернулся. Это от Бога. Потому что Украина, это сегодня, как клака какая. Прости, Господи. Все секты, все разделения со всего мира, и все там есть. А это самый страшный грех разделения. Какие бы ни были сумасшедшие секты, я вот знаю только, ну, я все это не могу знать, только слышу, они все в Украине, это их площадка, откуда они заражают дальше, как язва какая. Как вошти фозные, как Гитлер говорил. Это точно. Кстати, вот по этой теме у меня один вопрос будет, но перед этим я еще один задам. Вот смотрите, Игнатий Тихонович, опять же, берем эту ситуацию, которая у нас на Донбассе творится. Нехорошая ситуация, не будем обсуждать это, это политика. Но вы же, наверное, знаете, что там присутствует очень много священнослужителей. Знаю это все абсолютно. Каждый день мы молимся об этом и разбираем. Вот как вы можете, вот все-таки вы много лет уже, как вы можете это объяснить? Ну, вот как это можно? Я объяснял только сегодня, вы не слышали это. Я, ну, у меня работа была, поэтому... Я объясняю вам. В первую очередь, когда начинали вот это, вот они там за отделение, проглашение федерализации и там проще, я сразу сказал, это не дело, ни в одном государстве этого не потерпели. В самом начале, когда я говорил, о, ты не понимаешь, русский не разрешает говорить на русском языке, да это нельзя проследить, да это не соответствует действительности, если на то пошло. А вот мы хотим... Смотрите, в России, когда Чечня хотела, что с ней сделали? Две войны провели. Дагестан, Ингушетия против. Это другой веры. Это своей верой люди. А они... Их смутил Крым. Они думали, сейчас как с Крымой, так у нас будет. Сегодня прямо об этом говорят. Но Путин другим путем пошел. И когда ему дали эту власть, в виде законодательного там собрания, что он может вводить войска, потом они через несколько дней отняли от него эту власть. Отняли. Опять же, заседание было в России, и отняли от него власть. Он не имеет права вводить войска в Россию. Не имеет. Без опрошения в Верховном Совете. Так, в Думе. Так, поэтому, что там, как сейчас, мы можем только молиться. А священники, священники, некоторые, я знаю, которые, которые прямо кричали об этом. Вот я просто вам скажу, вы зарядите, если не знаете, Лонгин, епископ Лонгин. Лонгин? Лонгин. Он там, это Буковина, и он там близко очень к этим хрумэнам. У него 450 ребятишек он подбирает брошенных. Записал, надо посмотреть. И такой фильм, Фарпост, запишите, Фарпост. Фарпост, что-то знакомое. Да, да, и вы посмотрите, он берет первые премии уже лет пять, наверное, на мировом кино, это, в Ютубе. Фарпост. Как у них там есть. И он недавно выступил о том. И говорят, он проклинает, он проклинает эту власть сегодня там Порошенко. Нет, он не проклинает. Я заново его прослушал, не поверил. Он говорит, прокляты они. Он не проклинает, он свидетельствует факт. Вымыл, и он всех людей призвал, чтобы не отдавайте сыновей на войну. И все захлебнется. И здесь, чтобы такие были священники, не отдавали, но там какие-то добровольцы едут. Что добровольцы-то, когда это открыто все делается? Если бы не помогали, там давно бы уже, но и те-то делают, разве правильно? Подряд все выщищают. Находят новые, новые, могильные там, и женщины со скрученными руками. Мы не знаем, кто убил. Но и свидетельство идет полное, что где они отступают, и туда заходят, карательные отряды, там, айдар там у вас, какие там были, и они буквально вырезают все. Но это разве по делу? Узнают кто-то, что-то где-то сказал, а где ты был в это время, а голосовал, не голосовал, в Одессе сколько пожгли. Ну что, это нормально? Опять же, кто? Это же когда разберутся, будет известно. Я только христианин говорю, мы должны плакать и молиться. Этого мы не должны делать. Священники тем более. Были, которые выходили, которые молились. Я вам скажу так, я 2 мая там был. Я видел уже, когда все это закончилось. Я видел, там покойника привезли, солдата убитого, ну, в Киеве где-то там, и священник, украинский, видимо, говорит, за каждого заплатите по 10. У русских был такой, Николай Ярушевич, он выступал, книга у него была, бейте фашистских гадов, ну, и просто стоит, ну, где это видно? Это политработник. Ну, это да, это не священный служитель. Нам дано право молиться за правителя. Мы за Порошенко вашего Петра молимся каждый день. Он нормально служил. И за нашу паутинку за Владимира молимся. Интересный кусок истории мы застали. Вы больше видели. Вы все-таки 39. Мы каждый день смотрим. То и другое. Нам присылают оттуда, указывают где. Идут заседания, которые в Думе, что там. Мы абсолютно все знаем. Ну, молодцы. Молодцы. Вы хоть это... Мы еще молимся. Потому что мы Украину не отделяем от России. Никогда этого не было. Это наш народ, одна вера. Мы совершенно один народ. Там мы одни. Да. У нас только эти, которые наверху другие, на Олимпе. Ну, это они смотрят там, свои дивиденды считают. Но это все им отрыгнется горькой отрыжкой. Как у меня бабушка говорила, царство небесное, она говорила так, боженька все потом рассудит. Да, конечно. Это потом будет. Вы не были на нашем, на украинском сайте StopFake? StopFake.org StopFake? На сайте не были таком? Нет, не знаю. Напишите в поиске StopFake. Там вся ложка. Вчера, может, я на нем и был. Вчера там мне украинцы показали. Ну, там полностью о тех... Короче, грубо говоря, о той лжи, которая идет на Украину. Хорошо. Посмотрите, там чудесные. Так, какие у вас вопросы есть касающиеся спасения души? Да. Еще, наконец, последний вопрос. Вот почему я по Доманевке, где вы были, с батюшкой там разговаривали, с местным, да? Вы там говорили про секты, про секты. Ну, и сейчас упомяну. Если будете в Доманевке, сразу скажу, вы там легко можете найти Сыходский Александр Всеволодович. Запишите его. Так. Сыходский. Первое С. Центр, да? Цыпленок. Цыпленок С. И дальше еще одна С. Цехотский. Цехотский. Александр Всеволодович. Он приезжал у нас, тут крещение принимал. Там улица, кажется, пионерская, что ли, какая-то. Я сейчас под руками не имею. Я могу посмотреть. Вы пока что-то говорите, я мгновенно могу ее высчитать. Ну, там узнать можно будет. Да я найду. Я в Доманевке бываю, и, может быть, поеду. Его налегко можете найти, там, конечно, знают. Но вы пока говорите, я сейчас загляну в адреса свои. Хорошего человека всегда скажут, где он есть. Смотрите, Игнатий Тихонович, вы, наверное, слышали у вас в России про такую, ну, как бы организация, не организация. Школа единого принципа. Как называется? ШЭП. Сейчас. Школа. Школа единого принципа. Школа единого принципа? Да. Я-то не знаю даже такого, не слышал. Уточню, возможно, вы слышали. Ольга Асауляк. Так, а о чем речь идет? Я без этого не смогу. У меня даже времени на это нет. Компетит, в чем вопрос? Вот Ольга Асауляк, слышали такую женщину? Нет. Может быть, слышал, но на память не приходит. Да, но это как раз для вашей оценки, так как вы тогда в доманевке рассказывали. Если не трудно, найдите, наберите просто в поиске Ольга Асауляк. Так, в чем дело? Ольга, как она фамилию называет? Асауляк. Асаулят? Да. Последняя как, Оля? О чем речь идет? Ну-ка. Ну, школа единого принципа, которая, как бы, не внушает, а разъясняет своим участникам о том, что есть надмирный какой-то слой, надрелигиозный. Нет такого. Это обман. Даже смотреть не надо, считать не надо. Есть Христос, Спаситель, Единого Святой Троицы, Сын Божий, Который дал нам Святую Библию. Все в этом. А остальное, все это выдумка от сатаны. Ни этого слова не добавить. Это первое, это послание к Галатам. Вы себе черкните маленько. Галатам, первая глава, восьмой, девятый стих. Если будет говорить не то, что мы говорили, да будет анафема. И весь вопрос решен. Проверять надо по Святой Библии. Ну, знаете, они, я что хотел, я думал, вы в курсе, вот хотя бы мне объяснили, что это за дребедень такая. Если вы не в курсе, вы посмотрите, потому что там тысяча людей в этой, в этой вот, в этой. Там уже не поможешь. Нет, это ничего не сделать. А вы тогда говорили, батюшки, в доманевке, что мы дистанционируемся от людей, но надо быть ближе. Надо пояснять. Правильно, правильно. Ну, тут о чем вы говорите, я даже туда им никак не буду. Это надо входить, незнакомые. Это люди не христиане. Христиане никогда этим не занимаются. У нас есть Библия, у нас есть святые отцы. Мы удивительно богатые. Игнатий Тихонович, дело в том, что это Ольга Савляк, она отлучена от цепи. Но, ее как бы участники вот этой школы единого принципа, они ходят в церковь, посещают ее, на исповеди ходят. То есть, они и там, и там. Я не могу этого понять, конечно. Не надо, это не евангельское, не библейское. Меня это не интересует совершенно. Я не должен там быть. Вот послушайте, что я нашел сейчас. Цихоцкий. Александр Цихоцкий. И вот у него, вы можете, наверное, войти в эту. Цихоцкий. Александр. Сейчас, какое как-то сифра было? Мотнул, она улетела. Вот она. Если брать латинскими буквами, Александр 066. КС это Х, да? Александр вплотную, без пробела, 066. Дальше собачка и mail.ru. Mail.ru. Вы на него можете выйти и даже договориться, как встретиться. Тут у меня нет его адреса. Я только электронный вот нашел. Это тот, у кого вы были в Домоневке, да? Да, да. Мы давно знакомы. С мамочкой разговаривали, да, тогда? Да, у него все книги есть, вы все можете посмотреть. Ну, я в библиотеку позвоню или подойду, узнаю. Потому что интересно, попробую у вас на сайте почитать, на старом сайте. Ну, елки-палки, там слишком много. Неудобно читать на экране. Лучше книгу полистать. Оно как-то так удобнее. Поэтому я зайду обязательно в библиотеку, почитаю. Хорошо. Может быть, он очень хороший человек. Хороший очень человек. Он много работает, проповедует. Мы с ним ездили в Первомайск, от вас там, где город есть. Там священники, отец Анатолий, там так приняли. Это все у нас в интернете стоит. Ну, я посмотрю. Я просто Домоневку только увидел. И то я случайно увидел. Ну, вот. Был на сайте МВД нашего там информации. Где я, с чем я говорю, к тому уже не возвращайтесь. Туда искать не буду. Мне это не надо. Я занят Евангелием. Потому что одна книга в не верит Библия. Я должен по ней примириться со Христом, что Он умер за меня. Покаяться, ежедневно вести душу свою к совершенству. А это по чужой блевотине лазить, это мне не надо. Когда не с Евангелием, да само название не евангельское. А не там, и здесь. Это не надо. Я должен всем умом, всем сердцем, всей душой, всей крепостью любить моего Бога. А поэтому для другого у меня не остается. Принадлежать одному. Хозяин двух господ, да, по имени? Да. Это заповедь Божья. Любить его всем сердцем. Я этим путем иду уже 53 года. И мне куда-то поворачиваться, и сказать, Господь говорит, посмотрите, это пророк Исаия говорит, какой отвратительный, блевотиной, наполнены столы. Они там что попало, изрыгают свои измышления, я бы лазил по ним, пачкался. Ну это да, в принципе да. Они там ссылки не делают, ничего, у них этого нету. Они не могут, я с такими много встречался, и они от своего чрева это говорят. Божественного там ничего нету. То они начинают, чтобы здоровая пища, то там какие-то начинают причину, следствие выискивать, и на этом все строят. У нас одно должно быть, пока я покаялся, и я молюсь. Молитва мне, освещает путь меня, и я молюсь, и получаю ответ. По Евангелию. Ну вот здесь, о чем я вам говорил, про эту школу, там намного серьезнее, там люди, конечно, я не знаю, как с этим бороться, кто-то может, но только человек может бороться с этим. Он не хочет. Никак не боритесь, отойдите от них и забудьте. Вы приближаетесь ближе к церкви, у вас тем более в Украине там много церквей. Я вот вам сказал, мое отношение где. Никуда больше не идите. Потому что, какие бы ни были хорошие сектанты, они есть хорошие, баптисты, очень хорошие, но они не церковь. Потому что у них нет рукоположенного священства, епископата. И мы говорим об этом. А они по всем параметрам лучше нас. Потому что православных стоят как столбы, ничего не знают. Вот мощи, мощи, иконы чудотворные, а Христа знать не знают. Вот возьмите в Одессе, еще непонятно, там семинария, такие книги богатые, там митрополиты, книги правильные, что надо идти проповедовать. И они идут, и все. Патриарх Кирилл говорит о том, что идите проповедуйте, миссионерской работой занимайтесь. А они это место у него вырезали, что патриарх говорил. Вообще я так ахнул. Учего ожидал, но только не этого. У нас сейчас умеют так делать. Сам скажешь, а от тебя... Если не сеет, не сеет, оно еще не взойдет. Ну, Игнат Юрьевич, согласитесь, это мишура просто, и все. Ну да. Апостолы по всему миру полетели, как орлы. И проповедовали, и обращались целые народы и племена. А так семинаристы учат. А почему они никуда не идут? Ну, потому что они учат для головы. Для головы. На время. Да. Это им жить надо. Если человек этим живет, никто нам не может заклеить уста. Апостолов вызвали, били их. Кажется, 5.43 деяния апостолов. И они сказали, кого больше надо слушать, Бога или человеков? Они говорят, намертво запретили говорить об этом имени. Навели кровь, хотите навести. До этого не боялись. Кровь его на нас и на детях наших, Христа. А теперь кровь его вспомнили. Оправдывается. Оправдывается. Конечно. Надо не оправдываться. Надо молиться и с радостью идти людям рассказать о Христе. Что приближается его пришествие. Он умер за нас. Пролил свою причистую кровь в подставление грехов. Главные моменты высветить перед людьми, чтобы они знали. Вы знаете, вот я слышал вот фразу, да, и в роликах там, что надо, вот, как вы сказали. Я это понимаю, но когда я на улице, меня останавливают эти свидетели и говорят, а вы знаете, скоро апокалипсис будет, но меня это почему-то выворачивают наизнанку. Они правильно говорят. Но апокалипсис, как они называют, откровение по-гречески, это правильно. Они говорят только о казни, но там много и обетований. Господь принешает старство свое. Они мне вопросуют, а вы знаете, что скоро будет? Да, я знаю, и что? Еще надо готовиться. Они лишний раз нам напоминают, их не надо отталкивать, но сказать, а вы знаете, что вы даже не христиане? У вас и Библии-то нет, придумали для себя какую-то книжку. Да, 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 переделали Библии. Это самые настоящие антихристы. А вы скажете, знаете, что вы враги Божьи? Они Христа не признают за Сына Божия, а это якобы Архангел Михаил. То есть, это такая бредня, слушать нечего. А вы на них сразу скажите, и видите, как они отлипнут и побегут от вас. Вам надо покаяться, пойти в Церковь Христову. У нас, скажи, открыт Храм Божий, идите к батюшкам. А вы знаете, что я им задаю? Мне не поверите, на прошлой неделе три раза в двери квартиры стучали. Я им задаю вопрос. Ну, отвечаю, конечно, да, я знаю. И что? Они, ну, а вы знаете, я говорю, знаю. Вот ответьте мне на один вопрос. Я говорю, почему вы кровь не сдаёте, когда человек умирает, даже ваш ближний? Знаете, столбняк у людей. Они не могут... Допустим, понимаете, чтобы они не говорили, мы сначала должны посмотреть, почему говорят. Вот, город Елис-то, это Калмыкия, и там где-то 200, что ли, 70 ребятишек заразили через кровь СПИДом. А СПИД проявляется, когда берут его, показывают приборы, его нету СПИДа, а проходит время, он проявляется. А если бы не приняли, и детям не давали прививку, дети-то остались бы живые. Раньше, когда переливания крови не было, не умирали. Говорят, а вот у них, у ягодистов, да у них умерло два человека всего. А у нас от переливания крови умерло две тысячи. Почему молчите-то? Это как-то... Я слышал, там ездят на Бермудских островах такой закон. Это все знают. Если тонет женщина, ее спасать не надо. Смертная казнь тебе за это. Если женщина тонет. Ты можешь корову спасать, кошку спасать, но женщину спасать нельзя. Да когда узнали, люди говорят, какой жестокий закон, да разве это может? А говорят с англичанами, скажите, а у вас в Лондоне тонут? Да, 300 человек утонуло. А у нас за 300 лет ни одна женщина не утонула. Мать ее еще в ванне учит плавать. Доченька, учись плавать, тебе не на кого надеяться. Это стимул такой получается. Вывод-то вот какой. У нас закон разрешает выпивать. Выпивать. Там где-то в Таиланде дерут по заднице, там ролики стоят. Дерут очень сильно, у нее лопается кожа, кровь течет. А в Саудовской Аравии смертная казнь, его казнят. Мы говорим, какой жестокий закон. Они говорят, у вас пьяный бывает водитель за рулем? Да сколько хочешь. Сколько погибло? Да крещ идет уже о десятках тысяч. А у нас, говорит, ни одного за 1300 лет нет. Ну и все. Ну, в принципе, это правильно. Ну, понимаете, расслабленный закон, расслабленный правитель, значит, они тут мухлюют, какие-то начинают там децибелы, это считать, промилле. Веха не нужны. Нельзя в рот брать, и все, кончилось. В связи с этим, у меня такой, как бы, уже личный вопрос такой. Вот, я читал, что у вас, ваше общение, да, у вас общение, получается, да, вот есть правило, я понимаю, это неправильно, как бы, ой, правильно, потому что я сам 52-й год не курю, а у вас там так, если кто-то курит, то с ним не веди беседу, пускай он выкурится, а потом уже, то есть, правильно, правильно. Вот, можете пояснить это? Я это одобряю. Я это одобряю. Мы против табака. Кто курит, это самоубийца. 12-20 лет отнимает у себя жизнь, он отравляет других. Я об этом говорю. А когда он курит, и я говорю, я с кем разговариваю-то? У него мозги полностью затуманены. Уста курящего демонская кодильница, Ян Кронштадтский сказал. И поэтому, когда он курит, я так говорю, нам нельзя разговаривать, когда курит. А он не докурит, они сразу бросают. Вот, понимаете? Человек это понимает. Вот я нахожусь в камере. Там уже вообще не будешь диктовать. И я не могу командовать. Но я о табаке говорю. И вот зэки начинают подходить, и дуть там, где вытягивает. Вот и все. Они матерятся. Представьте, 70 человек. Без мата слова нету. Но проходит короткое время, день-два, а они уже знают. А я беседую, я говорю, а основное время я молюсь. Примерно 4-5 раз, по часу, по полтора. Это в камере. С 80 я проповедую. И вот, я стою на молитве, а кто-то зашел, там, нового человека в камеру-то. Ну, и он заходит, мать-перемать там. Я слышать-то слышу, но я уткнулся, я стою, кланяюсь, молюсь, и там у меня поклоны, тысячи. Слышу, один подошел к нему, знаешь, мужик, ты помело свое прикуси. Помело не язык. У нас нельзя этого делать. Как? Ты видишь, батюшка молится, а я не священник, и все, а бесполезно говорить. Папа говорит, ты врагушки видать. Все. Его никто не мог отучить. Подошел старший, там, пахану, сказал, и больше он ни разу не матерится. Представьте, в камере, рассказывает анекдоты, но старается без матов сказать, почему батюшка здесь. Все. Но я должен был показать, что у нас все очень серьезно. На улице сидят мужики у меня перед окном. Я выхожу. Ну, разговаривают, в форточку слыхать маты летят. Я выхожу, он вот так, другого локтем в бок, смотри, вышел. Все, полное молчание. Это люди, которые никакого отношения к нам не имеют. И поэтому я свои правила показал, хотя бы сам себя уважая, не разговаривая с ним, пока он курит-то. Еще тут особенного нет. Но если он вообще-то курит, и ему надо к нам прийти, ехать-то, мы говорим, даже с табаком к нам на территорию не заходить. Поэтому они приезжают, которые уже знают, так они где-нибудь там далеко за деревней в кусты прячут, чтобы потом найти табак. А уж, которые к нам, если они кандидаты, у него опять должно качество быть. Не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда мы ведем первый разговор. Это те же самые заповеди практически. Да, это мы ввели в устав, организовали деревню, мы сами, сами. Получили статус, и мы имеем право это делать. Это все зафиксировано в уставе, в краевом отделе юстиции. Не, ну правильно, это как общественная организация, община. Это цепь. это все законно, зарегистрировано. Мы пошли правильным путем. Подали на регистрацию, все как положено. Не, правильно. Я сторонник того, потому что люди всегда в коллективе сплочены и какой-то цели следуют. Вы юрист, вы знаете, у нас свой дресс-код, что женщины все должны быть в платочках, даже самые маленькие девочки. Мужчины всегда должны быть в поясах. Пояс. А у вас какой бы пояс не был, вот я стою, видите, вот он, поясок, видно вам? Да, да, Тони, больше не надо. Он у меня в тюрьме был, но когда я был под следствием, у меня его отняли. Там в тюрьме не дают, а в лагерь я был в поезде. Вот поясок, все с поясками. Посмотрите, Лев Толстой на фотографии стоит, вот так рука у него. Ну, у него веревочка толще. Да, а вот когда выступает разная там, казацкий хор, везде какие пояса с кистями висят здесь. Русский народный хор, там выступает за границей и прочее. Наш кубанский казачий. Это русская форма. Даже вот этот выступал, там, Ребров Иван, он полунемец, ну, на русской основе, он всегда, у него косоворотка, у него тут пояс такой, висят кисти. Это наш дресс-код. И все. Ну, украинские кушаки такие. Брюки заправлять, это немецкая форма. Это немецкая. А у русских всегда рубашка была на выпуск. А вот так вот, сверху брюх она опускалась. Широкая рубаха. Посмотри, картины Поленова, Сурикова, Репина. Это же, или когда фильмы старинные ставят, все рубахи на выпуск, подпоясанные. Иначе не будет соответствовать действительности. Если откровенно вот сказать, если с вас снять эти наушники, то вы реально сошли с картины какой-то. С такой бородой, чисто такой рубахи. Правда, рубаха не 19 века, там 20-21. Сегодня я встречаю, у меня ролик один есть. Мы были в Минусинске, родни. И старобрядцы они. Ну, со священством. Это настоящая церковь. Ну, я там беседую, и там зашли на форум, в интернет, а кто-то зашел, я не понял еще, это что, старобрядцы, интернет, форум. Дескать, такие люди забитые, такие отсталые. А тут он увидел, фотографирует, киносъемка идет, и он, у него этого нету. Как мне говорят, вы так продвинуты в этом. У меня свой сайт, огромный сайт, такого в мире даже нету. 50 книг моим голосом там начитано. Форум, 1570 тем разных. Видеоролики, на Ютубе у нас, 2200 наших роликов, наших, не чужих. Это вы сколько лет уже там, на Ютубе? На Ютубе, два года. Ого, 9000 роликов? Да. А когда вы спите? Ну, так ролики-то не просто ролики, а которые растягивают, множат их там, копируют, и люди... Не, ну ролики-то, это с вашим участием? Да, мы говорим о Боге, мы говорим о вечности, и касаемся... Вот если вы на сайт зайдете, справа 55 папок. Я отвечаю там на 4124 вопроса. Это в милиции, по радио, где я вел программы, в университетах, школах, и эти вопросы, потом стали просить как-то их, чтобы оставить. Ну и поэтому пришлось сидеть, а все записывалось на эти магнитофоны. И потом все отпечатали, люди помогали. И вышли у меня 38 книг. Сколько времени-то у вас? Ну много времени. У меня на сон уходило 2,5 часа. Я за компьютером за 9 лет провел больше 30 тысяч часов. Ну вот я и получил ответ на свой вопрос. Два с половиной часа беспития. Это Бог дает. Сейчас хоть и невозможно. Ну правильно, когда это нужно, то нужно. Вот по этим рубрикам, которые вы говорите справа на сайте, мне понравилось, где, ну как всегда, я только увидел полез туда, государство и право там, по-моему. Мне понравилось ваше высказание про правителя, который у нас сейчас находится, и у вас, и у нас, что Богу в это время некого было туда поставить, только их. Вот это мне понравилось, конечно. Я ссылаюсь на профессора Карташова, и он говорит, из древности сохранилось такое, что однажды один пустыняк молился, а в Греции произошел переворот. Был императором Мартирии, а в это время Фока, полковник, он мятеж сделал, ну как Саддам Хусейн, или Муа Барабет Каддафи, и он такой террор устроил. И у Маврикии была жена, сестры, дети, он всех казнил, вот как было при Ленине. Такой же точно. Ну и он там в пустыне-то услышал обо всем, таких людей он погубил. Господи, ну почему? И, наконец, Бог заговорил. Я долго искал, но хуже не мог найти. А ты больше не искушай меня. Бог сказал ему. Не искушай Божьих судеб. По народу. И вот вы такие, вам в это время родится Гитлер, такие будет Сталин. Будем жить правильно, у нас будет другой правитель. Не в правителье дело, дело в нас. Ну да. Но эта поговорка пошла оттуда, видимо. Народ достойен того правителя, которого выбирают. Да, дал бы, говорит, хуже, но не нашлось. Мы достойны, нам дали это наше право. Да. А то, говорит, а как же боевать там нас бы, Гитлер? Я говорю, он не защелся бы, не родился. Ты еще командуешь над Богом. Если мы живем правильно, никакой Гитлер не родился бы, этого Шиколь-Грубера бы близко не было. Мы сами все это делаем, своими руками, а потом жалуемся. А жаловаться не надо, надо благодарить, за все благодарите. И бьем себе плеткой, и кричим, что нам больно. Это плохо, конечно. Надо быть благодарным Богу и переносить мужественно. Не стонать. Это у японцев есть такой национальный культ канзио. Канзио. И он, не стонать. Я занимаюсь, я знаю. Я начальник детского лагеря, я создал лагерь, он 42 года детский. И поэтому детям внушаем, стонать не надо. И надо работать. Приехали корреспонденты там с телевидением, ну и как вот работать. Я говорю, а так работать. Нам нужно прокормить себя, президента, армию, Думу и всех их прелюбодействов. И чтобы нам осталось. И что остается? Я говорю, остается. Мы умеем работать. Русский человек умел работать. А мой инструктор, учитель, говорил так. Если тебе больно, никогда не рассказывай другому, что ему тоже может быть больно. Святые отцы об этом и говорят. Если боль переносима, никогда не жалуйся, не говори. Потому что другому ты дашь мысль, что ему тоже может быть больно. И это падает дух. Поэтому все правильно. Все школы какие-то, которые полезные, какие-то у вас лагеря для детей особенно. Это нужно, конечно. Я лежал в больнице после операции. Ну, это не мужичонка. Ну, стонет прямо. Я возьми, спроси, говорю, а что ты так стонешь? У тебя операция-то намного легкая операция-то. А у меня и отец всегда стонал, говорит. Это оправдание какое. Отец стонал. Я одного вижу, он просто такой мужик, никакой, он не наш вообще. Ну, видно, что, как называют, бабник. Я говорю, такой здоровый парень, ты женился бы, жил. А у меня и дядя такой же был, ловелас. Ну, разве это оправдание? Дядя был, а ты прекрати на дяде. Начни жить чистой жизнью. Никогда не надо стонать. Вообще. Я когда людям говорю, вот когда проповедуем где-то, и бывает, бабушки там больные, я говорю, сколько тебе лет там? Ну, бывает даже моложе меня, а мне 76-й год-то. Я говорю, еще ты лежишь. Я вот еще ни одной таблетки не съел. Так вы еще не болеете? Я не болею. Почему? То, что болеет, я еще не считаю болезнью. Это естественно, организм угасает и появляется, ну, какие-то недомогания, боль. У меня руки вывращены, как меня пытали. У меня, я не могу в другой раз перекреститься даже. Ну, ничего, по делам. Меня это удержало от чего-то. Я благодарен всем. У меня врагов вообще никаких нет. И спорить не надо. Я сказал один раз, вы не приняли, что главное это Библия. Никуда не ходите, никого больше не узнавайте. Идите в православную церковь. Но никогда не хулите ни баптистов, никого. У них много хорошего. Они любят Библию. Ну, поэтому им надо... Вы знаете, как бы в юриспруденции есть такое, ну, переделанное, конечно, там, с американского варианта изначально выражение. Мое право заканчивается там, где начинается право другого человека. Вот. Ну, я не могу так сказать, потому что это не соответствует действительности. Мое право, которое дал Бог, нигде не заканчивается. Я сказал и предупредил. Вот я с вами говорю, за вас умер Христос. Он вас любит. Допустим, к примеру, вы ничего не знаете. К примеру сказать. Я людям так говорю. Ну, и вот сегодня важен для вас день. Вы можете уверовать, покаяться и получить жизнь вечную. Но этот день будет самым страшным днем, если вы не примете. И уже на суде Божьем оправдания не будет. Скажешь, а я не слышал. А он скажет, а вот такой-то был, сидел перед вами и говорил. Поэтому это... Надо уже заранее решиться. на лево или право. Знаете, я, может быть, буду гордиться, там лет через 20, дай бог, я доживу. И я доживу, конечно. Буду гордиться, я с вами разговаривал, как бы, да. Вам сколько лет? Сколько лет вам? А мне будет на следующий год в мае, в день пионерии, 52. 52. И мы как-то в одном селе проповедовали, свидетельствовали, звали, и вышла бабушка древняя. Ну, я возьми и спроси, бабушка, а сколько вам лет? А вам сколько? Я говорю, у меня-то было 70, кажется, два. Так ты еще сопляк. Ох, я бабушка, я так обрадовался. Я говорю, так я думал, что мне уже какие-то годы. Ну, теперь я совсем молодым себя чувствую-то. Да. Если бы бабушка так сказала. А ей 90 с чем-то. Ну, в принципе, она права была, но как-то так выглядит ситуация. приятно просто мне было слышать, что она меня за маленького посчитала. Еще бы сказала, слышишь, молиться, иди отсюда. Я, что-то мне вспомнилось, вот расскажите мне, что это такое. Я когда-то в детстве у своей бабушки, она была истинно верующая. Она, вот я еще помню, в детстве открывал Библию, на любой, ну, так, брал Библию, раскрывал, читал главу, страницу, главу, и она мне там 5-10 секунд полностью проговаривала текст. Полностью. Меня это, конечно, в детстве, это, конечно, шокировало. Открывал в любом месте. Она знала идеально. И вот я ей как-то задал вопрос, видимо, вычитал Библию тогда по детству своему. спросил бабушка, почему Боженька сделал свет и тьму как бы раньше, чем луну и звезды и солнце там. Ну, то есть, как в Библии написано, первый день, второй, третий, дальше. Она когда-то услышала, помолшила и сказала, внучек, пойди погуляй, а то, если ты так будешь меня дальше спрашивать, тебя Боженька за это накажет. Так у вас этот вопрос разрешился или нет? Вы знаете, честно говоря, я даже задавал потом, уже когда вырос, у священнослужителей батюшек там, у своего батюшки, задавал этот вопрос. Они не могли мне ответить так, чтобы я понял. Я понял. Я вам отвечаю, и вы поймете. Давай. Сегодня это астрономически уже доказано. Прежде пока, но я говорю с астрономической стороны, это тоже заумно, поэтому вы как бы маленько сделайте мне снисхождение, что я буду говорить, не основываясь... Ну, пойдем. Мы поймем так друг друга. Что было, когда огромная туманность светящаяся, вот этот свет шел, а чтобы путем, как говорится, вращения, соединения, чтобы луна, звезды, еще этого не было. Но уже вселенная светилась от света. Вот и все. Туманность Андромеды называют. Поэтому определенного тела еще и не было, а свет уже был. Свет. Ну, тогда тогда это получается, вот именно этот свет, надо ли считать божественным светом? божественный. Божественный свет. Потому что, когда говорится, творение было шесть дней, то очень многие богословы согласны, что один день, тысячи лет, как Петр говорит, а может, это миллионы лет было. Ну да. Вот так. Поэтому, когда находят, допустим, в раскопках уголь, там проще, растения какие-то, где-то мамонта находят, это не означает, что два-три столетия назад было. Но когда находят где-то орудие человеческого труда, то никак больше семи с половиной тысяч лет не может быть. Все остальное выдумка. Да, это сознание не то было. Хронология есть. Хронология пустая, простая. Вы легко стеркните себе. От Адама до Потопа, от Адама до Потопа, 1656 лет. 1656. Теперь, от Потопа до Вавилонской башни. Эти данные вам сгодятся. 721 год до Вавилонской башни. А там будут языки. Теперь легко будет высчитать сколько лет русскому языку. Когда народ смешаны были языки. Теперь, от Адама до Христа, до рождения Христа, от Адама до Христа, 5508 лет. А теперь дальше... 508? 5508. Ого! 5508 до Христа. Ну, от Христа сейчас 2014 год. Хотя, на самом деле, 2018 год. Ну, это просто для себя знать. На 4 года эта ошибка была принята Дианисием малым монахом. Искусственно. Когда определяли время рождения Христа, и он подумал, что это ему дается это знать. Ну, вот и все. Теперь считайте, сколько русскому языку. А говорят, а какой язык сохранился от Адама? Если он сохранился, то ближе всего, конечно, к еврейскому языку. Аврамов язык. Аврамов. Ой, Игнатий Тихонович, вы же знаете, теории языковые и всякие другие споры по языкам, это что, игра на топорах друг против друга. Знаете, это язык не то, что до Киева, да я не знаю, чего довести может. Я... Вас язык довел даже до нас, до Барнаула. Барнаул? Это да. Я в Барнауле нахожусь. Ну, вы знаете, я и украинский знаю. С 73-го года изучал его. И разговариваю свободно, перевожу свободно, синхронно на русский и обратно. Польский знаю, английский, ну, со словарем, немецкий знаю. Ну, и все. Молодец. И как мне говорить, что мне кто-то там унижает, заставляет? Ну, это бред, конечно. Все это искусственно. Все, что не соответствует логике, это... А вы, я попутно скажу, вы у себя на скайпе, тем более, вы не какой-то тайный, не подпольщик, пензенский. Поставьте свою фамилию, имя, как вот у меня, и свою фотографию. Я могу поставить, у меня просто, я свою не открыл, свой скайп, это у меня работа инфляция. Поставьте, это паспортные данные. Вот у меня нигде ничего нет, и тысячи фотографий. Это мы и есть такие, как есть. Это люди придумали, а вот может так, и какую-то картинку ставят. Там у нас написано, ло, это закон по-английски, я знаю. Да, это инфа, информация, законная информация. Это просто у меня рабочая. Но я просто вам сказал. Сказал. Не, я согласен. Вы знаете, дело в том, что я не в соцсетях никаких, ни контакта, ни одноклассники, ни в фейсбуке, нигде меня нет, в принципе. Хорошо. А Майл.ру, знаете мой мир? Ну, знаю. Вот, организуйте там страничку, на меня выйти, попросите с фотографии, с анкетой, и я приму вас в друзья. Друзья, и тут я буду кое-что посылать, и вы от меня легко будете получать. Ну, хорошо. Это самое хорошее. А если у вас будут какие-то вопросы, желательно, друзья ваши, родные, вы назначите какой-то день, вот в это время, как вы показали. Вы же видите, сайт это скинули мне, там 17, и прочее. И в это время выйдете вот так, вот, ну, через Майл.ру скажите, в это время я выхожу, чтобы я уже знал. Это у вас сколько сейчас, который час? У нас сейчас в данный вот момент, по-вашему, 7 часов, 22 минуты, наверное, 23 минуты. 7 часов вечера. 19? Да. 19? А у нас 15 с копейками. Так, 7 часов, ну, что это у нас? 12, у нас 19 сейчас. 19, 23. 19, 23. У нас 3, 23. Ну, вот, поправку делайте сразу. Значит, у вас разница на 4 часа от нас. 4 часа, оказывается. Ого. Ого. Это я как-то с Америкой разговаривал. Ну, вот с Москвой разница на 1 час. Да. А мы на 3 часа с Москвой, еще 1 час прибавляйте. А мы ездили на Дальний Восток, там, на 7 часов разница с нашим временем. Ой, да не дай бог, это только был тут бак, ты уже утром. Вечером тут, а утром там. И прошел полчаса на самолете. Вопросы, какие у вас, Юрий, еще давайте. Вопросы, когда вы будете в Николаевской области? Не, вряд ли я там буду, потому что нынче мы опять проехали, вы знаете, наше путешествие, где мы были? Ну, вы рассказывали, вот, что вы там. Вот, мы проехали от Дальнего Востока, от находки, от Тихого океана до Лиссабона, Португалия. Ого. Мы прошли по Турции, прошли шесть мусульманских республик, Азербайджан, Армения, Грузия и всю Европу, Скандинавию и Прибалтику. Ого. Это вы на чем передвигались-то? Мы у нас купили специально газель, мы заранее туда где-то делали ставку, в прошлом году в Ростовской области, я отсылаю туда три с лишним тонны своих книг, и в каждой библиотеке едем, я дарю свои книги. Мои книги, 38 книг. Мы за два года подарили на 7 миллионов 150 тысяч, а у меня минимальная пенсия, 112 евро в месяц. У вас? Все, это Бог делает так. А я уже хотел спросить, кто вас обидел на пенсии. Это же пенсия, это... Ну, только сегодня тут Диака нашелся, один из Техаса, Владимир, и на него послали деньги. Оттуда он уже через Western Union переведет доллары. Я ему переслал 4 книги, 130 долларов. Это в три раза дешевле. Поэтому из книг, которые я издал, Господь позволил издать. 90% я дарю дарам, библиотекам и архиереям. А в нашей библиотеке у вас все книги, которые вы написали, да? Все, все. В Николаеве. Ага. Новых не было? 38 томов я издал. Ого. Это мои книги. Вы там найдете все, что желаете. Я могу сказать, один том я посвящаю это Корану. По суру моя там висит Коран в сравнении с Библией. Три тома, посвященные евреям. Это 23, 24, 25 том. Каждый том 752 страницы. В каждом томе 64 страницы цветных фотографий. Там помещено моих лично, моих стихов по 9 куплетов. 34, 267. Это же сколько терпения-то иметь надо. Господь так до всех удивительно. Вот представьте, 34, 267, я уже попутно скажу. И у меня ни одной помарки нет. Я все стихи написал в шестую. Просто беру, пишу и... Вообще ни одной помарки нигде нету. Это невероятно, и никто поверить не может. А у меня вон черновики лежат. Нет, я могу поверить и поверю. Потому что в Ялте когда-то жила Вика Турбина. Ника Турбина. Это 100 тысяч строчек. 100 тысяч. Еще на каждую строчку я вывожу, показываю местописание из Библии, какая глава, какой стих, откуда взята мысль. Ну, я не знаю, что сказать. Это Господь делает. Мне просто приятно жить на этой земле. Потому что я не один, я с Господом. Вот вы вышли на меня, мне уже приятно. Да мне тут приятно. Знаете, редко... Даже если так сказать, в нынешней ситуации, которая есть у нас между Россией и Украиной, да, это неоспоримый факт, это есть. Кто бы что ни говорил. Потому что я и видел, и знаю, и видел тех солдат российских, и много чего видел. Мы можем разговаривать вполне нормально и спокойно. Почему? Потому что мы веруем Богу. Видите, когда мы ехали туда, за нас ходатайствовали, могли там дорожные, которые, главное, у вас там ГАИ, чтобы мы прошли из Ростовской области, нам нужно входить, было в Румынию, дальше Болгария, и войти в Грецию. Но когда вот это вот началось, мы в прошлом году-то прошли легко, весь Крым и вдоль и поперек прошли. Мы стали думать, как нам туда проехать-то? У нас шенгенская виза открывается, а теперь в Англию, это все когда рассчитывали-то где? Ну как? Стали советовать пройти севером и по западной Украине. Ну и стали пугать. Там бандеровцы, они там вас, там то другое. А я возьми-то и скажи, я говорю, знаете, у меня с собой свидетельство, что я репрессированный от коммунистов. Я репрессированный. Идеальный процесс. И с любым бандеровцем я сразу найду общий язык. Еще он меня будет трогать, когда я враг советской власти считаюсь-то. Да. Меня бы не тронули. А кто-то пустил молву, будто бы я сказал, что если меня задержат, я скажу, что я бандеровец. Я говорю, ничего себе. Чего вроде я говорил-то? Чужую маску надевал. Я сказал так, потому что моя биография такая, что я не друг советской власти. А они как раз с ней боролись. Еще бы они меня преследовали-то. Я бы подарил им книги. Они еще удостоверение выдадут своего. Удостоверение с фотографией. Я репрессированный политзаключенный. Не, я читал, я читал, как у вас первое психиатрическое это, что там писали. Да, меня 26 лет только там мучили. Это не два года. Это моя жизнь. Она исковеркана вся. Но это все мне на пользу. Да, это наше прошлое, которое создало наше будущее. Я бы не был таким, если бы там не был. Меня бы кто-то взял таким. Он меня мял, переливал из сосуда в сосуд, пока вино не набрало полную крепость. Ну, ну, что сказать? Хочется сказать, что вы молодец, а слово не то. Хочется что-то больше и выше. Ну, трудно подобрать, потому что резко людей так их вижу, честно говоря. Так, теперь я вам скажу, я вижу у вас иконы там. Да. Иконы. Вы православные, зачем бороду бреете? Бороду не трогайте больше. Бритву уничтожьте сегодня же. Бороду не надо трогать. Все иконы вы видите как. У Давыда, когда слугам полбороды отбрели, и он их не запустил даже в Иерусалим. Сидите, пока борода трясет, отрастет в проклятом Иерихоне. А вы мужчина, зачем это вам надо? Не надо. Я всегда говорю, посмотрите, Фридрих Энгельс, какая у него борода. А у Карла поменьше, у Ленина только клинышка, у Сталина одни усы, а у Хрущева даже на голове нету. Это не связано с чем-то таким вот у меня. ну, наше общество какое-то здесь такое. Нет, нет, нет. Это по стихии мира. Я задавал вопрос. Скажите, если бы все были с бородами, как Фидель Кастр, вы бы носили бороду? Конечно. Ну, вот и все, и доказать не надо. Вам не надо ее скоблить, брить, она растет. Какой это мужчина без бороды? На кого похоже-то? Полубаба. Зачем вам это? Да не дай бог. Еще полубаба. Не надо. Она вас закроет морщины, и все, борода мужчину украсит. Это знак возраста. А возраст, с возрастом приходит мудрость. Вот так. Ну, знаете, когда-то я носил волосы за 20 сантиметров длиной. Брюки к морю. Я вам один раз сказал, больше я не буду говорить. Вы у нас там найдете, если зайдете на сайте, там открыта книга к истинному православию, обрадобрите. Там все найдете. Вы пришли к хорошему месту, к нашему сайту. Нет, конечно, нет. Хорошие вещи всегда полезны для ума. Я не отрицаю. А если они еще и как бы поверили... Ну, вот Володя у меня снимает. Посмотрите, какая оборотка есть. Скромная оборотка. У меня зять, зять по сестре, он адвокат. Он с красным дипломом закончил юридически и работал следователем краевой прокуратуры по особенно важным государственным преступлениям. Ну, абсолютно. А бороденка у него такая же жиденькая, с такой бородой и был. Я на военном билете уже с бородой. И никто... А я с усами был на военном билете. Ну вот. Ну вот. Так, вопросов нет, Юрий? Вопросов нет больше? Нет. Я вполне доволен этим проведенным временем. Мы, по-моему, целый час проговорили. Да. Ну вот вы теперь смотрите, через неделю может появиться. Потому что мы отсылаем, а может даже раньше. Потому что мы... Нет. Здесь конвертируют. Я отдаю. Даша модератор отсылает в Воронежскую область. У нас главный администратор по Ютубу парализован. Это Сергей. А, тот, который на фотографии... Да, да, да. Удивительный человек, герой нашего времени. По-другому нельзя назвать. А у него лицо интересное такое, задумчивое, так глубоко. Да, да, он лежит парализованный полностью. У него только одно плечо маленько шевелится, и он этим пищатает и все делает. Подождите, а как он стоял? Он не стоял, он лежит. А-а. Он лежит, он недвижимый. У него позвоночник полностью перерезан. Так подождите, на сайте фотографии есть? Да, на сайте на сайте у него есть там Козлов фамилия его. А вы зайдите на Ютубе. Вот все, мы с ним там беседуем. На Ютубе. Зарядите Сергей Козлов и сразу выйдите. Там десятки роликов. Он очень... Много и много. На Ютубе... Я на вашем канале на Ютубе уже был, уже смотрел. Вы зарядите Сергей Козлов и вы его увидите. Он иконы пишет. И по иконам в интернете он на первом месте стоит. Ух ты. В 30 лет случилось несчастье и он 12 лет лежит на вытяжку. Ничего себе. Ну вот вы все там увидите, даже познакомитесь. От него очень большая польза будет вам. Ну хорошо. Последуй совету. Да, все. Доверяю. Доверяю. Запишите Сергей Козлов. Вам спасибо за то, что беседу такую провели. Ну как, с хорошим человеком хорошо поговорить это хорошо. Так образом. Если вы не против, можно ли потом с вами связываться? Я сказал вам, вы пропустили. Вы объясните своим родным, близким, у кого есть вопросы. И потом на меня выйдете там в течение, когда у вас все будет. Можете даже раньше месяца. Может быть через неделю, через две. Хорошо договорить. Я вам дал позывные свои, Игнатий 10, вы все доряжайте. Можно, можно. Хорошо. Вы не нахальны, ведете себя абсолютно нормально, адекватно. Человек закона. Спасибо. Все, до свидания, вам удачи, здоровья большого. Спасибо, Христос. Все, Господь вывел как. Ну, выключайте, давайте. Не хочет еще уходить. Это Господь сегодня у нас вывел. Сегодня-то у нас что? Какое еще плотно? По-моему, 2 декабря 2014 года. Ну вот, Господь вывел нас. Все, Украина одна идет, и все. Вся Россия не может столько дать желающих. Украина. Видимо, все-таки вот эта тягостная обстановка, она побуждает их искать. Вот так. Ну, пошли. Ужинать пора. О, рыжая-то где. Вы что там делаете, а? Ну-ка. Ой, пошли домой. Пошли.